Ученики сельских школ Тверской области к началу нового учебного года получили автобусы, которые позволят им с комфортом ездить на занятия. 17 автомобилей на 20 посадочных мест отправятся в 14 муниципалитетов Тверской области. Ключи от транспортных средств главам районов ручил губернатор Игорь Руденя. Машины приобретены за счет средств областного бюджета по госпрограмме развития образования Тверской области. Вот наш новый автобус. Мы его сегодня получаем. Нас укомплектовали зимней резиной, ремни безопасности. То есть автобус для детей полностью безопасен и удобен и комфортабельный. Огромное спасибо губернатору. 20-местная «Газель-Некс» специально оборудована для перевозки детей. Кроме того, она оснащена кнопками, сигнал водителю, громкоговорителями, спутниковой навигации «ГЛОНАСС». Эта машина уже в сентябре будет перевозить учащихся школы поселка Малышево Максатихинского округа. Как рассказала директор учебного учреждения, большинство учеников – жители окрестных деревень. Вообще наша Малышевская школа имеет два адреса. Поселок Малышево и деревня Каменка. Поэтому у нас километраж дневной 309 километров. Поселок Малышево у нас 80 человек. А деревня Каменка – 13 человек. У нас также где-то 70, даже больше 70 процентов детей на подвозе. Поэтому это очень важно. Автобусы, чтобы были комфортабельные. Среднее расстояние, которое преодолевает сельские учащиеся, примерно 10 километров. Каждый день школьников водят три автобуса. И вот один из них будет заменен на новый. Всего же в 14 муниципалитетов отправляются 17 новых автобусов. Школьный автопарк в районах обновляется ежегодно благодаря госпрограмме развития образования Тверской области. Очень хорошая программа. Она давно уже работает. Помогает как раз организовать учебный процесс. И своевременно, безопасно доставлять наших детей из отдаленных наших поселений в те населенные пункты, где находятся школы. Кроме того, автобус для учеников сельских школ не только транспорт от дома до школы и обратно, но и новые возможности. Появляется возможность также нашим территориям выезжать за пределы района и детям участвовать в различных мероприятиях спортивного направления, культурного. И в целом самое главное, что это безопасность, качество и надежность транспорта. В Бежевский муниципальный округ уезжают сразу два автобуса. Всего же местный школьный автобарк включает 11 машин. Игорь Михайлович большое внимание уделяет перевозке школьников. У нас достаточно большое количество на подвозе школьников находится. Примерно 25% от всех обучающихся. Потому что муниципальный округ, много сельских населенных пунктов. Конечно, для нас безопасность перевозок детей очень важна. На сегодняшний день школьные автобусы в Тверской области перевозят ежедневно около 10,5 тысяч детей. Поэтому обновление школьного автопарка является одной из приоритетных задач. Ежедневно наши школьные автобусы по территории Тверской области, если взять все наши автобусы, у нас их 266, если быть точным, преодолевают около 50 тысяч километров. Важно, что сегодня мы также видим, что требования, которые мы с вами формировали по безопасности, по качеству перевозок, по качеству автобусов самих, по комфортности, конечно, у нас находятся на высоком уровне. Новые автобусы отечественного производства изготовлены Горьковским автозаводом. Соответствуют всем стандартам безопасности. Губернатор также поблагодарил президента и правительства Российской Федерации за поддержку региона в этой комплексной работе. Также за последние пять лет в области было обновлено около 60% школьного транспорта.